Капитан, получен сигнал. Наверное, это наши саморианцы. Следите за защитными башнями. Я проведу вас ниже зоны РАД. У нас всё чисто, капитан. Держитесь подальше и не лезьте на рожон, пока я не отрублю зенитки. Я своё дело знаю. Встретимся в лагере, как только вырубите башню. Отбой. Капитан, Нормандия приземлилась на базе, но, похоже, мы тут застряли. Капитан Соларианец всё объяснит, когда прибудете. А вон и Соларианец. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Вы здесь главный? Какова ситуация? Я капитан Керахе. Третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитное орудие. Великолепно. И что теперь? Мы ждём, пока Совет пришлёт по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил Совету, чтобы направили сюда флот. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили за тем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарана. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплён. Какие исследования проводит Саран? Он пытается вырастить армию Кроганов. Как так может быть? Очевидно, Саран нашёл лекарство от генофага. Мало нам гетов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы? Злых Кроганов нам и так уже достаточно. Не беспокойтесь о нём, капитан. Я всегда беспокоюсь. Потому и жив до сих пор. Поговорите со своим Кроганом. А моим людям пока нужно время, чтобы разработать новый план атаки. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Рентоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут всё довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвётся. Бросьте. С ним всё будет хорошо. Как скажете. Но если вы не против, я буду за ним приглядывать. Это неправильно, Шепард. Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Я понимаю. Вы расстроены. Но мы оба знаем, что враг — это Сарен. Злиться нужно на него. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. Это не лекарство, а оружие. И если позволить Сарену использовать его, вас не ждёт ничего хорошего. И никого из нас. Мы должны быть готовы рискнуть. Речь идёт о судьбе всего моего народа. Если у вас нет другой причины, кроме этой, чтобы погубить надежду моего народа, вы мне больше не нужны. Я не дам поставить под угрозу нашу миссию. Значит, всё. Столько времени, и это всё, что я получаю. Вы не понимаете, что это значит для Кроганов? Эту базу нельзя разрушать. Я этого не допущу. Сарену нет дела до этих Кроганов. Они его инструменты. Марионетки. Он уничтожит их, как только они перестанут быть полезными. Вы этого хотите для своего народа? Нет. Мы уже были марионетками Совета. Они отблагодарили нас за уничтожение Рахни и сделали бесплодными. Вряд ли Сарен так расщедрится. Хорошо, Шепард. Вы меня убедили. Мне это не нравится. Но я верю вам и пойду за вами. Только одно. Когда мы найдём Сарена, я хочу его голову. Спасибо, что поговорили с Кроганом. Нам и без того придётся трудно, когда мы атакуем базу Сарена. Я полагаю, это значит, что вы составили план. В своём роде. Мы можем превратить двигатель своего корабля в 12-килотонный заряд. Грубо, но эффективно. Мило. Сбросить эту штуку с орбиты, и Сарен распрощается со своей турианской задницей. К сожалению, для этого комплекс слишком хорошо защищён. Взрывное устройство нужно заложить в конкретном месте. Куда его нужно заложить? И как нам туда попасть? Бомбу нужно перенести на дальнюю сторону комплекса. Ваш корабль сможет её сбросить. Но сначала нужно проникнуть в комплекс, отключить зенитную артиллерию и подавить наземные силы. Мы пойдём без огневой поддержки? У нас слишком мало людей. Хорошо. Предпочитаю честный бой. Всё не так просто. Для лобовой атаки наша численность недостаточна. Я собираюсь разделить своих людей на три отряда и ударить по фронту комплекса. Когда мы отвлечём внимание противника, вы со своим отрядом проскользнёте сзади. Надеюсь, вас всех не перебьют раньше времени. Мы крепче, чем кажемся, капитан. Но вы правы. Вряд ли многие из нас выйдут отсюда живыми. И от этого ваша задача становится ещё более сложной. Нужно, чтобы со мной пошёл один из ваших людей. Он поможет координировать наши действия. Я не привыкла передавать своих людей другим командирам. Я понимаю. Но миссия слишком важна, чтобы здесь было место для личных предпочтений. Он прав, капитан. Мы не справимся, если не будем координировать действия. Я вызываюсь добровольцем. Не так быстро, лейтенант. Вы будете нужны капитану, чтобы снарядить бомбу. К соларианцам пойду я. При всём моём уважении, сержант, это решать не вам. Почему, когда кто-то говорит при всём моём уважении, он имеет в виду, пошёл к чёрту? Решать мне, а не вам. Подойдёт любой из этих двух, капитан. Как я вижу, оба готовы пожертвовать своей жизнью. Хотя, если повезёт, это не понадобится. Оленка, вы идёте с соларианцами. Только без выкрутасов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии и дам вашей команде инструкции о том, как её подорвать. У вас есть ещё какие-то вопросы, капитан? Мы готовы выступать по приказу. Превосходно. Тогда, если позволите, мне нужно подготовить своих людей. Что ж, ну вот. Не делайте глупостей, пока меня не будет, Эш. Вас это тоже касается, капитан. Всё будет хорошо, лейтенант. Да, я просто... Удачи. Ситуация опасная. Будьте начеку и готовыми ко всему. Есть, капитан. Все вы знаете суть миссии и то, что от неё зависит. Я привык доверять каждому из вас, но я слышу ропот недовольства. Я разделяю ваши опасения. Нас учили работать в разведке. Мы могли бы стать легендой, но наши данные засекречены. Слава на поле боя не наш путь. Вспомните наших героев. Бесшумного, победившего целую нацию одним выстрелом. Беспокойную. Которая посредством шантажа не давала врагу напасть на нашу страну. Эти герои не принесут нам утешения. И они не все, что у нас есть. Перед тем, как появилась сеть, был флот. Перед тем, как появилась дипломатия, были солдаты. Своим влиянием мы остановили Рахни. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановили Кроганов. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановим Сарана. Сегодня в этом бою мы будем держать линию фронта. Удачи, капитан. Надеюсь, мы ещё увидимся. Проверка связи. Капитан, вы меня слышите? Слышу, ясно. Хорошо, начинаем атаку. Мы постараемся прорваться к зениткам, но, возможно, заканчивать работу придётся вам. И, капитан, если вы найдёте способ ослабить их оборону, нам это очень поможет. Не стреляйте. Прошу вас, я просто хочу выйти отсюда, пока ещё не поздно. Все здесь пытаются меня убить. Разве я похожа на солдата? Я нейролог. И эта работа не стоит того, чтобы погибнуть здесь. Думаете, внушение действует только на пленных? Рано или поздно Сарен захочет вскрыть голову и мне. Назовите причину, почему я должна помогать вам. Я... Я могу помочь вам. Лифт у меня за спиной ведёт в личную лабораторию Сарена. Я могу вас туда впустить. Видите? Полный доступ. Все личные файлы Сарена. Всё в порядке? Я могу идти? Я собираюсь взорвать здесь всё к чёртовой матери. Если хотите выйти живой, бегите со всех ног. Что? Вы не можете. Я не смогу... Ах! Вам было приятно, капитан. Я не могу. Капитан, взгляните. Ещё один маяк. Такой же, как на Иден Прайм. Я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Рудиментарные существа из плоти и крови. Вы прикасаетесь к моему разуму, в невежестве, неспособной к пониманию. Не думаю, что это вы. Есть сфера бытия, настолько далёкая от вас, что вы не можете осознать её. Я за рамками вашего понимания. Я властелин. Властелин не просто корабль пожинателей. Он и есть пожинатель. Пожинатель? Этот ярлык придумали протеане, чтобы дать имя тем, кто их уничтожил. В конечном счёте, всё равно, как они называли нас. Мы... Это просто... Мы... Протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Вы не могли их видеть. Это невозможно. Органическая жизнь ничто иное, как случайная генная мутация. Срок вашей жизни измеряется годами и десятилетиями. Вы уидаете и умираете. Мы же вечны. Мы вершины бытия и эволюции. Перед нами вы ничто. Ваша гибель неизбежна. Мы не подвластны временем. Что бы вы ни задумали, ваш план будет сорван. Я позабочусь об этом. Самоуверенность порождается невежеством. Цикл не может быть нарушен. Цикл? Какой цикл? Цикл повторялся на протяжении всей истории Вселенной. Органические цивилизации возникают и развиваются. Затем, на пике их расцвета, мы уничтожаем их. Протеане были не первыми. Не они создали цитадель. Не они построили ретрансляторы. Они лишь нашли их. Наследие моей расы. Зачем строить ретрансляторы, а потом оставлять, чтобы кто-то другой их нашел? Ваша цивилизация основана на технологии ретрансляторов. Нашей технологии. Используя ее, ваше общество развивается по угодному нам пути. Мы вносим порядок в хаос органической эволюции. Вы существуете потому, что мы разрешаем это. И вы умрете потому, что мы этого потребуем. Мы для них как урожай. Они позволяют нашим цивилизациям развиваться, а потом уничтожают их. Вы даже не живые. На самом-то деле вы простые машины. А машину можно сломать. Ваши слова столь же пусты, как и ваше будущее. Я авангард вашей гибели. Разговор завершен. Капитан, у нас проблема. Выкладывайте, Джокер. Люблю плохие новости. Этот корабль властелин. Он двигается. Не знаю, что вы там сделали, но он только что заложил такой поворот, от которого любое наше судно развалилось бы. Он идет к вам, причем быстро. Давайте там, сворачивайтесь и поскорей. Консоль не работает. Приказы, капитан? Идем к блоку, где разводят Кроганов. Взорвем здесь все к чертовой матери. Хорошо, капитан. Увидимся там. Отбой. Это здесь. Надо очистить тут все от гетов. И заложить бомбы. Бомбы заложены. Всем залечь. Ложись. Хорошо, молодцы. Одной головной болью меньше. Капитан, я вхожу в зону. Пробьюсь поближе, насколько смогу. Капитан, я вхожу в зону. Бомбы почти готовы, лейтенант. Выходите к точке встречи. Никак нет, капитан. Кеты прижали нас возле зенитной башни. Мы несем тяжелые потери. Мы не успеем выйти к точке встречи вовремя. Вывозите их оттуда, Джокер. Быстро. Нет, тут слишком жарко. Вам нельзя рисковать. Мы будем их сдерживать. Пока. Все хорошо, капитан. Мне нужна еще пара минут, чтобы снарядить бомбу. Задайте им жару и встретимся здесь. Берегите бомбу. Спасибо. 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 Подкрепление. Подкрепление. Надо спешить. Сержант, вы заметили, что в вашу сторону идет десантный транспорт. Он уже здесь. Геты высаживаются в зону заложения бомбы. Вы сможете их удержать? Их слишком много. Долго мы их не сдержим. Я активирую бомбу. Какого черта вы творите, Уильямс? Обеспечиваю взрыв бомбы. Любой ценой. Все готово, капитан. Подберите лейтенанта и скорее улетайте отсюда. Отставить. Мы сами справимся. Возвращайтесь и подберите Уильямс. Оленко, свяжитесь с Джокером и скажите, чтобы встречал нас у зенитной башни. Да, капитан. Я... Выбор верный. И ты это знаешь, лейтенант? Сражайтесь, сержант. Умрите достойно. Слушаюсь, капитан. Вам нужно торопиться, капитан. Мы их долго не продержим. Смотрите по сторонам. Подавляющий огонь. Диверсия вышла масштабная. Шепард. Гетты были уверены, что настоящая опасность это саларианцы. Разумеется, все было бесполезно. Я не позволю вам разрушить все, чего я добился. Вам даже не понять, какова ставка. Все просто. Ради власти ты готов на все. Даже спеться с пожинателями. У тебя ведь были видения, Шепард. Из всей бестолковой расы людей только ты понимаешь, на что способны пожинатели. Их не остановить. К чему это бессмысленное копошение? Не жертвуй всем ради каких-то жалких свобод. Протеане пытались сражаться. И где они теперь? Погибли триллионы. Но что, если бы они сдались захватчикам? Существовали бы протеане до сих пор? Лучше подчиниться, чем погибнуть. Я лучше сдохну, чем буду рабыней этих машин. Теперь понимаешь, почему я не обратился в совет. Нами, органическими существами, правит не логика, а эмоции. Мы будем драться, даже зная, что не сможем победить. Но если сотрудничать с пожинателями, если стать для них полезными, подумай, сколько жизней можно сберечь. Как только я это понял, то присоединился к властелину, хотя и знал об опасности. Я надеялся, что эта база защитит меня. Ты такой же, как любой другой здешний бедняга. Инструмент, который властелин использует, а потом выбросит. Я изучил действия внушения. Чем больше властелин контролирует жертву, тем ниже падают ее способности. И в этом мое спасение. Я нужен властелину, чтобы найти канал. Мой разум принадлежит мне, пока что. Но превращение из союзника в слугу может происходить постепенно. Я не допущу, чтобы это случилось со мной. Я не такая, как ты. Я лучше умру, сражаясь, чем буду жить в рабстве. Я не для себя стараюсь. Пойми, властелин победит. Это неизбежно. Мой способ даст хоть кому-то из нас шанс выжить. Я созидаю союз между нами и пожинателями. Между организмами и машинами. И при этом я спасу больше жизни, чем удавалось кому-либо. А ты хочешь сломать то, что я строю. Обречь всю нашу цивилизацию на полное уничтожение. Поэтому ты умрешь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не могу поверить, что Эш не выжила. Как мы могли её просто оставить? Уильям знала, чем рискует. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти остальных. Но почему я? Почему не она? Простите, Кайден. Я никогда не брошу вас. Просто не смогу. Вы же знаете. Я знаю. Я благодарен. Но Эш погибла из-за меня. Из-за нас. Это не ваша вина. Это не моя вина. Единственный, кого надо винить, это Сарен. Так точно, мэм. Я... Мы это сделаем. Капитан, простите, что прерываю вас, но у меня появилась мысль. Мне кажется, маяк, который вы нашли на базе Сарена, аналогичен маяку с Иден Прайм. Он может заполнить лакуны в вашем видении, а мне удастся помочь вам сложить все кусочки вместе. Вы снова хотите слить наши разумы? Ладно, приступайте. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Невероятно. Я... я не думала, что образы могут быть столь... яркими. Мне нужна минута, чтобы собраться с мыслями. Видение имело для вас какой-то смысл? Это сигнал бедствия. Его транслировали по всей Протеанской империи. В нём говорится о вторжении пожинателей, но предупреждение опоздало. А что же канал? Были и другие образы. Указания на места. Эти места мне знакомы по исследованиям. Ил. Канал находится на Илле. Вот почему Саран хотел найти мюритранслятор. Это единственный способ попасть на Ил. Нам надо попасть на Ил. Забудьте. Мюритранслятор находится в системах Термина. Там не любят ни корабли Альянса, ни Спектров. Канал находится на Илле. Туда направляется Саран. Я буду ждать его там, когда он появится. У Сарана будет целый флот на орбите Илла. Вы не сможете опуститься на поверхность без подкреплений. Вы должны предупредить совет. Нам нужен флот, чтобы... Ох... Простите. Слияние довольно... Утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Вы уверены, что дело слияния? Я себя прекрасно чувствую. Ваша роль в нашей связи была пассивной. Это я должна была погрузиться в ваш разум. Утонуть в ваших мыслях. А это сложнее, чем кажется. Подсознание человека инстинктивно противится слиянию. С такой сильной личностью, как ваша, достичь его еще сложнее. Мне нужно время, чтобы прийти в чувства. Здесь мы закончили. Вы свободны. Капитан, тут рядом есть буй связи. Могу наладить канал, если вы хотите доложить совету Цитадели. Ну, типа, предупредить их о Властелине. Они все равно ни во что не поверят. Доказательств нет. Только потратим время. Так точно, капитан. Властелин сядет на крышу Цитадели раньше, чем эти ублюдки нас послушают.